Привет, ребят! У нас сегодня будет такой разговорный видос, где я хочу поговорить, ну как, обсудить некоторые проблемы в билдкрафтинге. Да, сначала немного истории. С выходом Destiny 2 игра очень сильно оказувалилась. В игре не было какой-либо кастомизации подклассов, в игре не было родомных роллов на пушках, в игре не было каких-либо перков брони. Постепенно это все стали восстанавливать, потому что в первой части хоть какой-то билдкрафтинг был, в кавычках. Банджи вернули перки на пушки, банджи вернули перки на броне, но их нельзя было менять. И там перки были из разряда, там подбираешь больше патронов, вроде сборщиков, может упасть больше зеленки хэвиков, вроде локаторов, и вот это вот все. Но с выходом Shadowkeep'а в игре произошел, что называется, всплеск в плане билдкрафтинга. Во-первых, банджи вернули три характеристики из первой части. Это дисциплина, сила и интеллект, которые влияют, как вы знаете, на реген, гранаты, атаки ближнего боя и ульты. И банджи ввели систему брони 2.0, армор 2.0, или 3.0, в общем, не суть. И появилась некая кастомизация. То есть можно было самому ставить необходимые локаторы, можно было ставить сборщики и некоторые другие моды. Сори за звук. И в сезоне Рассвет, это второй сезон дополнения Обитель Теней, банджи впервые ввели систему модов боевого стиля. То есть заряд светом, элементы питания военного разума и стихийные колодцы. Тогда ввели только заряд светом. И там вышли некоторые неплохие моды, но были некоторые проблемы. Во-первых, все моды, которые были тогда в игре, были привязаны к стихии. То есть, допустим, сборщики на снайперке и на грейнике были пустотными. Если у тебя ноги были непустотными, то пиши пропало. И что самое прикольное, в те времена нельзя было менять стихию брони. Сейчас вы можете перековать там, допустим, пустотное тело в арковое, садисное или солярное. Раньше такого не было. И, соответственно, тогда же вышли моды боевого стиля в сезоне Рассвет, которые тоже были привязаны к стихии. И из-за таких вот ограничений было очень сложно себе сделать какой-то билд. То есть, допустим, если ты хотел там, не знаю, поставить какой-то солнечный мод боевого стиля, заряд светом, допустим, в ноги. Но при этом ты играл со снайперкой либо с грейником в ПВЕ, то у тебя называется был выбор. Либо ты ставишь сборщик, либо ты ставишь мод боевого стиля, но у тебя не будет сборщика. И вот такие ограничения были очень долгое время. Но в будущих сезонах, после выхода сезона Рассвет, банджи стали добавлять больше модов боевого стиля. В сезоне Военного Разума банджи добавили элементы питания Военного Разума, которые на релизе были абсолютно сломанными на фоне других модов. Я их называю шишками Распутина. Это вот эти вот снаряды, которые появляются после убийств из пушек Икел или Серафимовских, либо при использовании других модов. Там, допустим, мод, который при убийстве зерным уроном делает элемент питания Военного Разума. И в сезоне Военного Разума, сезон Величия, биткрафтинг стал постепенно раскрываться. Потому что появились моды, которые могли очень сильно повлиять на геймплей. И повлиять на геймплей именно с точки зрения обилок. Потому что большинство модов заряда светом на релизе, они работали на пушке. Самая популярная связка была это заряд светом плюс High Energy Fire. Высокая электрическая стрельба. И это, в принципе, было неплохо, но не было разнообразия, да? И в сезоне Исчезновения, ой, господи, какой он, сезон Прибытия, банджи добавили еще моды. Они добавили новые моды заряда светом, как и было помощь Военном Разуме. И тогда появились очень хорошие моды заряда светом. Там появились моды вроде мод на меч. Лусат Бейден, он, по-моему, появился еще раньше, не суть. И в игре стали появляться связки, которые в какой-то степени стали имбовыми. Например, мод Защиты Свет. Он, по-моему, вышел то ли в сезоне Рассвет, то ли позже, неважно. Когда появились эти моды, игроки, что называется, стали выбивать броню, начали выбивать броню, в которой падала стихия, где можно было, допустим, использовать и сборщики, например, да, в ногах, и мод боевого стиля. Вот, допустим, ноги. Ты там поставил сборщик на гранатометы и на снайперки, и поставил, допустим, Защитный Свет. И все было хорошо на тот момент. Были некоторые ограничения, и тогда появилась мета в ПВЕ. Поскольку в сезоне Военного Разума впервые появились гранатмастеры, то вот эти моды боевого стиля и, в целом, условный билдкрафтинг, которого было очень мало, честно говоря, он стал играть большую роль. Потому что в сезоне Рассвет не было контента, в котором эти моды были полезны, в котором они могли реально тащить. И этот аргумент, который я постоянно встречал, особенно в группе Трипл Вайп, и я отвечал тем, что эти моды просто аугментируют ваш билд, позволяют вам его сделать гораздо интереснее и фановее. Но аргумент про то, что это было бесполезно и ненужно, в целом был справедливый. Но в сезоне Величие, когда появились гранатмастеры, эти моды заиграли. Шишки Распутина были абсолютно ебанутыми. Гранатмастерах, они высекали все, что видели, они могли ослеплять врагов, хотя для этого еще были слеповые грейники, ну да ладно, и могли дебафать. В общем, они игрались очень хорошо. Потом выходит «За гранью света». И «За гранью света», по-моему, на релизе дополнения, да, разработчики позволили меня стихию на броне, но тогда не вышли новые моды боевого стиля. Но из-за того, что можно было менять стихию брони, билдкрафтинг стал гораздо доступнее. Плюс в каком-то моменте, вот возможно, как раз уже «За гранью света», банджи убрали привязку модов вроде сборщиков и локаторов к стихиям. То есть теперь у нас сборщики нейтральные, да, как и локаторы и тому подобное. Это позволило расширить билдкрафтинг, и он стал крутым. Он прям расцвел, потому что вы могли использовать либо заряд света, либо элементы питания военного разума. Но тогда же в игре стало ясно, что возникают некоторые проблемы с балансом модов и в целом с разнообразием билдов. Это касалось по большей части модов элементы питания военного разума. Потому что на диване ДСК «Склеп глубокого камня» эти моды аннигилировали абсолютно все. Особенно в третьем этапе. Там сделал шишку Распутина, взорвал, все мобы рядом либо сдохли, либо получили большой урон. Это казалось имбовым. И в какой-то момент банджи шишки понерфили. Это был сезон исчезновения. Но перед этим в сезоне Каятль, второй сезон «Избранный», появились новые моды боевого стиля. Это стихийные колодцы. И на релизе эти моды были, мягко говоря, слабыми. Они... Там были моды вроде источник мощи, там стихийные гранаты, колодец к ближнему бою и тому подобное. Но не было модов там типа колодцы изобилия, там стихийные осколки. И вот это вот все. Этого всего не было на релизе. И эти моды никто в целом не использовал. То есть они имели два прятых бонуса. Первый бонус — они тебе давали реген обилок. И второй бонус источник мощи тогда имел баф-курон 10%, и он совсем тоже стакался. Но это никто не использовал. Потому что были моды Распутина, которые уничтожали просто все. И были моды заряда светом. Либо на баф урона пушек, либо на баф урона мечей. И вот это вот все. Но это были новые моды боевого стиля. И чем ближе к сезону исчезновения, тем больше игра, что называется, скатывалась в сторону билдкрафтинга. В сторону спама обилок в ПВЕ. Сейчас многие билды работают от такой простой системы. Чем больше у тебя обилок, чем быстрее они регенятся, тем лучше. И вот в том сезоне исчезновения эти моды себя раскрыли. К тому моменту банджи выпустили много модов стихийных колодцев. Параллельно их банджи бафнули. И параллельно банджи понерфили элементы питания военного разума. В тот же момент вышел такой мод, как стихийные осколки Elemental Shards. И поскольку за гранью света у нас вышел стазис, который имел более гибкую кастомизацию в плане билдкрафтинга. Там фрагменты и аспекты, да? И поскольку теперь кулдауны в ПВЕ стали играть более важную роль, и можно было ими кое-как манипулировать, да? Допустим, мод стихийных колодцев «Источник мудрости». Подобрал колодец, у тебя на 30 секунд будет 100 интеллекта. Очень круто. То есть это позволяло в ПВЕ опустить свой интеллект даже до нуля. Офигенно прозвучало, ну да ладно. И колодцы заиграли. Но возникла новая проблема. Другие моды стали бесполезны. Особенно элементы питания военного разума. Когда Банджи понерфили элементы питания военного разума, они как это объяснили? Тогда в игре был сансейтинг, и наши пушки и броня постепенно устаревали. Эту систему Банджи отменили во втором сезоне «За гранью света», в сезоне «Избранный». На тот момент погибли все пушки от релиза «Дестине 2» вплоть до сезона «Рассвет», включая его. И когда Банджи убрали сансет, они объяснили, что вот элементы питания военного разума, эти моды тоже должны были, по сути, умереть. То есть, когда у нас вышел бы там какой-то сезон, то эти моды стали бы бесполезными. Потому что броня, которая использовала эти моды, она бы стала старой. И на фоне этого Банджи ввели новые изменения, что это было тоже походу за гранью света, что теперь в какой-либо броне можно использовать моды всех боевых стилей. То есть, и заряд светом, и шишки Распутина, и элементы питания военного разума. Раньше их можно было использовать только на броне из подходящего сезона. И это было, конечно, прикольно, но достаточно странное решение. Это Банджи тоже убрали. То есть, у нас рано или поздно, спустя какое-то время, появился полный доступ ко всем модам брони. Их можно было легко использовать, когда угодно и чем угодно. Но вот эта вот проблема с тем, что стихийные колодцы стали, по сути, в какой-то степени имбой, да? Банджи порезали элементы питания военного разума. У заряда света всегда самополезные моды. Это были High Energy Fire. Это защитный свет. Это Сияющий Клинок. Это Удивительный Свет. И еще, возможно, Огневая Мощь. Вот такие самые популярные моды. Их было несколько. И, разумеется, также Заряд Светом. Куда без него. И вот у нас выходит Королева Ведьма. Witch Queen. Разработчики, что называется, понерфили, во-первых, Заряд Светом. Таким образом, что они убрали у мастер-ворк пушек стройное свойство, что они могли создавать Сферы Силы, когда убиваешь двух мобов за короткое время или больше. И поскольку, простите, многие игроки не любят вставлять в голову моды на Заряд Светом, я это люблю делать, на создание Сфер Силы, то Заряд Светом получил, по сути, такой пассивный нерв. Параллельно Банжи порезали мод Защитный Свет. Если раньше он давал резист в 50%, что было очень много, то теперь он дает резист в 10%, что очень, сука, мало. И на фоне всего вот этого, и учитывая то, что Банжи обновили пустоту, а потом и Солар, стихийные колодцы стали еще мощнее. Потому что, повторюсь, сейчас у нас в игре в ПВЕ простая мета. Чем быстрее регенятся обилки, тем лучше. И стихийные колодцы, это нам как раз помогает обеспечить в очень больших масштабах. Сейчас в игре элементы питания военного разума мертвы. Вы там можете подумать, ну я вот их использую в контенте таком-то. Окей. Но 1% это далеко не 99%, которые используют стихийные колодцы, да? Это касается и Заряда Светом. Да, в этом сезоне у нас можно стакать High Energy Fire и Radiant. И похоже, что это не баг, а фича. Это круто. Да, какое-то разнообразие появилось. Но это все. Lucent Blade, сячи клинок, перекрывается кладезем и даже сиянием. Классно. Удивительный свет, все еще неплохой мод, но Банжи бафнули стойкость, и этого в ПВЕ вполне хватает, учитывая резистор на броне, да? Которую Банжи порезали. Огневая мощь, Fire Power, тоже не особо нужно. А защитный свет в Эдгейме, конечно, полезен, но даже для его получения сейчас вы используете мост стихийный заряд. Подобрали колодцы, получили заряд светом, который в итоге потратили на защитный свет. Классно. К чему я клоню? Я клоню к тому, что лично у меня, сейчас, когда я сейчас играю в игру, и делаю какие-то билды, я стал замечать, что все билды почти идентичны по модам. У нас, да, есть и билдкрафтинг в плане стат, у нас есть и билдкрафтинг среди аспектов и фрагментов, на Садисе особенно, и на Вайде, на Соларе там тоже есть, но его гораздо меньше, особенно в ПВЕ. То есть, да, можно там поймать аспекты и фрагменты, там можно какие-то статы опустить, и какие-то статы можно поднять, но моды боевого стиля от нее те же. На Соларе у нас каждый билд. Это колодецник ближнего боя, там колодцы изобилия, колодцы жизни, там источник мощи, и вот это вот все. На Вайде у нас это колодецник-потрошитель, колодец выдержки, там источник мощи, и вот это вот все. На Садисе у нас это стихи на осколке. Разнообразия нету. То есть, во всех билдах одни и те же моды. Разница только в некоторых статах и в некоторых аспектах и фрагментах. Но на деле все одно и то же. И вот это вызовет новую проблему. Проблема разнообразия. Когда в сезоне, в первом сезоне Beyond Light, игроки получили нормальный доступ к билдостроению, когда банджи убрали привязку к стихии, и когда банджи позволили перековывать броню. Многие игроки сели на элементы питания военного разума, потому что они убивали всех мобов, а в ДСК это было особо полезно. До этого билды использовали достаточно редко и мало кто. Я использовал. В первом Грандмастере, в первых Грандмастерах, потому что шишки были вот такие. И их нерв, который произошел, был справедливым. Банджи им порезали дальность действия, им порезали урон, им порезали буквально все. Некоторые моды стали дороже, эффекты стали слабее. И тогда я подумал, что это был правильный шаг. Потому что элементы питания военного разума были имбищей, и их использовали почти все. Но сейчас я понимаю, что ситуация-то не поменялась. У нас снова одни и те же моды. Просто это другие моды. Это моды стихийных колодцев. Каждый билд сейчас у нас это стихийные колодцы. Каждый билд. На любой стихии. Если вы сейчас пойдете смотреть других ютуберов, там, не знаю, тот же Пландер или, в общем, других ребят, у всех тоже сплошные колодцы. Где разнообразие в билдах? Где? Банджи говорят, что у нас там будет красный там билд крафтинг. Красный, классный. Классный билд крафтинг. Там будет разнообразие. Там хуё моё. А где разнообразие-то? Да, конечно, мы можем там забилд крафтиться там 100 дисциплины, 100 силы. На Хантере, допустим, да. И при этом у нас при маленькой мобильности и при маленькой рекавери у нас всё ещё будет хороший реген переката и у нас будет реген хп за счёт там сезонного мода. В каждом сезоне у нас мета диктуется с помощью артефакта, в котором есть мода боевого стиля уникальная. Вот в этом сезоне, допустим, классовое восстановление, которое в пвп вот так уже всех заебало, но в пве играется вот так. Спасибо. То, что мета диктуется, это, конечно, хорошо. Но у нас такая проблема уже была. Когда у нас были моды, которые позволяли нашим пушкам дебафать мобов, у нас там были гранатомёты, потом банджи ввели деконструкцию частиц и вот это вот всё. Нету разнообразия. И я подозреваю, что рано или поздно вот эту в кавычках проблему многие начнут замечать, что, блин, а билды-то одинаковые. А чё меняется-то? На арке у нас, скорее всего, везде будет. Там колодезник ближнего боя, будет мод, который будет давать больше регена ближнего боя, если это потребуется, будут моды, которые эти арковые колодцы будут тебе подводить, там будет источник мощи, и наверняка будет также взрывной колодезник, потому что взрывной урон делятся лярные колодцы. Это, ребята, вам просто спойлер. Банджи, конечно, могут ввести новые моды и ввести новые моды боевого стиля. В чём тоже загвоздка. У нас в этом сезоне не вышли новые моды. До этого у нас в Шадоу Кипи во втором сезоне ввели моды боевого стиля, потом Банджи ввели моды элементов питания военного разума в сезоне величия, да, и в сезоне прибытия они ввели моды и заряда светом, и элементов питания военного разума. За гранью света Банджи ввели колодцы во втором сезоне, и в третьем и четвёртом они добавили новые моды. В Эчквине у нас ничего нет. Первый сезон ещё ладно, у нас в первом сезоне Шадоу Кипа и Бионд Лайт тоже ничего не было. Но в Эчквине у нас и во втором сезоне ничего нет. При этом у нас нет стадистых модов заряда светом, и у нас нет стадистых модов элементов питания военного разума. Вот один мод, пример стадистого мода. Зарвал шишку, замедлил или заморозил мобов. Всё. Не то, чтобы его будут все использовать, но почему такого мода нет. И Банджи не ввели новые моды боевого стиля. Мне, честно говоря, интересно почему. Возможно, они решили, что пока что хватит, возможно, у них не было ресурсов, возможно, Банджи ведут в будущем сезоне или после. Кто его знает. Но вот то, что нету новых модов боевого стиля, это плохо. Нету разнообразия, повторюсь. Нету, так скажем, у нас билды от ней те же. Вот каждый мой видос проводит. Колодец выдержки, колодец этот, колызник потрошитель, источник мощи, статы вот такие-то, вот такие-то. Что стало лучше в этом сезоне, так это статы. Раньше каждый билд был, так, ребята, в общем вам 100 рекавери, 100 дисциплины, всё, ваш билд ебаша. Другие статы похуй плюс поебать. В этом сезоне это поменялось. И в этом сезоне теперь у нас это 100 стойкости, потому что теперь стойкость ПВЕ очень сильно решает. И в таком случае у вас начинается разнообразие, да? То есть там можно со стойкостью там собрать, допустим, дисциплину, если есть желание, можно и рекавери поднять, можно собрать силу. А некоторые низкие статы можно компенсировать. На Соларе там, допустим, как я уже говорил, реген переката с помощью фрагмента, а низкий интеллект за счет мода источник мудрости. То есть в этом плане разнообразие есть. Но моды об его стиле одни и те же. Абсолютно. И это плохо. Потому что вот я хочу записывать видосы про билды, да? Но каждый билд от мой сука и тоже. Меняется только фрагменты и аспекты. И вот я сейчас записал, ну как, перезаписал видосы про пустотные билды, в которых все, что поменялось, это первое отсутствие моды нестабильный поток из артефакта, потому что он умер, да? Он ушел. И второе отличие это 100 стойкости. В основном все то же самое. И со Сайлисом такая же история. Сайлисный Титан вообще не поменялся, который с телом белый и не Z. Варлок Сайлисный тоже. И Сайлисный Хантер в принципе тоже. Разница только в том, что у нас теперь вот этот мод, то есть фрагмент Шепот Многогранников дает нам мобилу резилиенс, стойкость и рекавери, восстановление, когда мы замораживаем врага с помощью Стариса. Это круто, да, потому что вот, допустим, в этом билде Хантера у меня по факту при заморозке будет 100 мобилити, 100 стойкости, 100 рекавери, 100 дисциплины, а силу можно, допустим, с помощью мода Сиящий свет подкрутить, что бы и нет. А 100 интеллекта можно сделать с помощью мода Источник Мудрости. И вот вам билд при заморозке, который при подборе колодца у меня будет по факту почти 6 соток. Тут разнообразие есть, да, но его в игре мало. Этого разнообразия будет больше. Поэтому, что я хочу увидеть, да, к чему весь этот разговор. Во-первых, нам нужны новые стадисные моды заряда светом и элементов питания военного разума. Не факт, что они нам помогут, но представьте себе мод заряда светом. Допустим, заморозил врага, получил заряд светом. Класс. Ну, банальный мод, но он будет, сука, работать. Или, допустим, элемент питания военного разума я тоже привел пример. Типа, взрываете шишку Распутина, она либо замедляет, либо замораживает цели, которые были в радиусе действия. То есть, во-первых, нужны новые моды. Очень сильно. Это во-первых. Во-вторых, нужно бафнуть, я не верю, что я это говорю, но нужно бафнуть элементы питания военного разума. Потому что сейчас они полное говно. Эти аргументы, что, ну вот, типа, на самом деле, вот там можно поставить такие-то вот эти вот моды, там, типа, будет больше радиус, там, типа, будет вот это. Это все, конечно, хорошо. Но нахуя? Зачем? Когда некоторые там пустотные и солярные билды тебе дают пожирание, а солярные билды все уничтожают, тебе дают кончатый реген обилок и восстановление, воссоздание, то бишь. То есть, это все бесполезно. Шишки надо бафнуть. Их банджам понерфили справедливо тогда, но они переборщили. Им нужно вернуть прежнюю дальность, на мой взгляд, можно вообще весь нерв в принципе отменить. То есть, можно вернуть старую дальность, старый урон и вот это вот все. Потому что в игре появится разнообразие. У тебя, градмастере, выбор. Либо взять шишки, которые будут все высекать, либо взять колодцы или заряд светом, которые тебе дадут более лучший реген обилок, могут тебе дать 100 интеллекта с помощью сочника мудрости, да? Или дать баф к урону пушек. То есть, ты выбираешь. Потому что сейчас разнообразия, сука, нет. Ну, окей, градмастерах, мы еще ставим защитный свет. Классно. Но мы его получаем, как я уже говорил, с помощью стихийного заряда. Тоже мод стихийных колодцев. Это второе. И третье. Возможно, это прозвучит очень странно, но я думаю, что немножко колодцы можно понерфить. Прям совсем слегка. Во-первых, можно понерфить источник мощи. Снизить урон на 5%. Сейчас 25, будет 20. Этот нерв будет мелким, но... И он не будет ощущаться, но... Это так или иначе будет нерв. И можно совсем слегка снизить реген обилок при подборе колодца. Потому что сейчас при правильном билде у вас абсолютный спам. Я это говорю прямо сейчас таким образом, потому что рано или поздно банджи скажут, что... Короче, ребятки, мы, к сожалению, снова вызвали пауэркрип. Колодцы слишком, сука, сильные. Вы постоянно спамите ваши обилки. Это, конечно, билдкрафтинг, но это не то, что мы задумали. И мы не можем построить контент так, чтобы он был сложным. Вот банджи у нас усложнили подземелье дуалити, философию данжа. Они добавили кучу мобов. И еще добавили архитекторов. И на релизе данжа это было больно пиздец. Но потом, когда все просекли фичу с воссозданием, данж превратился в какой-то изи проход. Да, там, конечно, больше роль играла воссоздание, но Титан с помощью одного молотка мог получить и колодцы, и конченный реген обилок, и баф солнечных пушек. В общем, он мог получить кучу бонусов. То есть, в игре две проблемы именно в плане сложности контента. Первое. Сложный контент перестает, сука, быть сложным, кроме градмастеров и дейван рейдов. И у нас есть билды, которые могут полностью обойти вот эту сложность. С одной стороны, это хорошо, да? Потому что, если ты смог себе сделать крутой билд, то ты вполне себе имеешь полное право обойти сложность какого-то контента. Но, с другой стороны, рано или поздно это все понерфят в любом случае, потому что банджи поймут, что они переборщили, как с модами элементы питания военного разума, как и с модами вроде защитный свет. Да, шишки банджи понерфили, потому что моды остались живых, потому что Sunsetting отменили. А защитный свет, как мы уже сами писали в ТВАБе, вы слишком часто используете защитный свет. У вас маленькая инвестиция, но при этом большая награда. Мы этого не хотим. Сейчас с колодцами та же самая ситуация. Колодцы слишком мощные, это хорошо. Вроде. Но другие моды-то Rip and Peace. И с ними нужно что-то делать. Поэтому вот, что я хочу увидеть. Если в какой-то момент будет нерв колодцев, если в будущем сезоне у нас на арке меты будут колодезник ближнего боя, там, ионы, колодцы и взрывной колодезник, то не удивляйтесь, да? А возможно появятся новые моды. Будем смотреть. Как-то, ребятки, вот так. Вот такой разговорный видос по моим, так скажем, небольшим претензиям в сторону билдкрафтинга прямо сейчас. По статам разнообразие стало лучше, но моды боевого стиля все одно и то же. И это не совсем хорошо. Как-то вот так. Пока-сики. Субтитры создавал DimaTorzok